В Беларусь протягиваются приезжать все новые группы вымышенных мигрантов из Украины. Люди спадаются перечекать бои и в итоге вернутся домой. Однако, много кто остерегается, что им уже не будет куда вернуться. Руслан Жехар Гастомеля, пригорода Киева. 6-го соковика он был вымышен покинуть свою родину. Шлях до обеспеченного пристанка занял два дни. Об тем, что пришлось пережить, он рассказал нашему корреспонденту. С 24-го числа, как помню, это все началось, мы его вообще воспринимали как действие, которое произойдет очень быстро, наверное. То есть так рассчитывали, даже как читали, что это будет максимум до 4 дней. А уже с 25-го, когда мы первый раз увидели колонну российскую, которая прошла по Гастомелю, в большом количестве, и вот мы как-то начали уже задумываться, что что-то такое серьезное начинается. Опять же, ну, сперва никаких выстрелов, ничего мы не слышали. А потом уже, я не знаю, с 3-го дня уже началась слышна стрельба, канонады. С каждым днем становилось все страшнее, страшнее, то есть начали уже какие-то прилеты. Напротив окон у нас в метрах 100, наверное, 100 метров до этого находится стеклозавод «Ветропак». И вот начались первые удары уже самолетов, то есть мы поняли, что мы очень близко находимся, в любой момент прилетит это все к нам. Ну и все, и начали бегать, спускаться в подвал. Там для себя как бы сидел, когда считал всегда так, думаю, до 20 считают, и обычно выстрел был, какой-то взрыв. А я так думаю, если будет до 100, досчитаю, и взрыв прекратится, ну и буду подниматься. То есть пятый этаж, это как бы страшновато там сидеть. Ну и так получалось, я не знаю, досчитывать максимум до 20. И все, и вот так вот я сидел, сидел, нужно было и 3, и 4 часа, вот мы с мамой спускались, сидели. Получается, вот это так 10 дней, в принципе, у нас и прошли. И уже на 11, наверное, день, да, вот у нас оставалось еще как 3 дня, как мы приехали в Беларусь, мы уже увидели у себя во дворе реально российских военных, российскую технику. Утром, опять же, я вышел уже в предпоследний день и увидел, что машин нету. Стоит одна моя машина, и вокруг одни БТРы. Как бы, и я вот понял, что-то, ну, неправильно почему-то. Все уехали, куда-то пропали, а я как-то остался один. Так я же вот тоже подумал и сразу пошел вот по подъезду узнать, кто что как думает. И действительно, люди говорят, тут колонна уехала, все хорошо, типа. И вот это же мы тоже как бы собрались с соседями, со всеми. Сколько нас насобиралось там, ну, со мной 6 человек, мою машину, кто готов был уехать. И получается, на следующий день, когда я уже вышел, уже, ну, пораньше встал, я уже как рассвет был, мы простояли в подъезде, это, возле дома минут 20, наверное. Потом приехали люди на тиграх, таких военных, таких джипов больших. Ну и все, вот это нас начали везти в сторону аэропорта нашего, Гастомельского. И вот это же, пока ехали, ну, ужас я вот тогда осознал, разрушений. Когда мы выехали со двора, выехали на главную улицу, у нас Свято-Покровская. И своими глазами увидел, сколько разрушений. То есть по кругу были, ну, какие-то или разбиты, или спаленные машины. Все дома были, ну, поколочены, то есть окна разбиты везде, где-то дыры были торчали. Ну, в общем, такой, это вид, какой-то апокалипсис. То есть реально было страшно на это все смотреть. Ну, и опять же, какой-то страх уже начинался проявляться за себя. Не дай Бог, вот сейчас опять что-то и с нами случится, и мы вот так окажемся отстоять. То есть от нас ничего не останется, будет одна горящая машина какая-то. С восьмого сока века Руслан со своей матью живет в здравнице в Гомельском районе. Врешті он у беспец и может не бояться за свое життя. Белорусский Бог готов и далее принимать переселенцев с соседней Украины. Наша краина открыта для допомоги в этот тяжкий час. Продолжение следует...